Урок пятый. Задача первая. При каком значении х значение данного выражения равно нулю? То есть надо решить уравнение и найти значение х. Обратите внимание на двойные скобки. Сначала надо раскрыть внутренние скобки. Перед скобками плюс. Скобки надо отбросить. Знаки не меняются. Привести подобные слагаемые. Здесь будет минус 5,7х и минус 2,86 в скобках. Раскрываем скобки. Перед скобками минус. Раскрывая скобки, знаки меняются на противоположные. Теперь надо привести подобные слагаемые. Упростить. Получится 12,5х – это 2,5. Чтобы найти х, 2,5 надо разделить на 12,5. И получится 0,2. Задача вторая. Всегда ли сумма двух четных последовательных чисел делится на 2? Обозначим меньшее число 2 умножить на n, где n целое. То, которое идет следом за ним, четное, на 2 больше. 2n плюс 2n – это 4n. Это еще плюс 2. 2 как общий множитель можно вынести за скобки. Значение этого произведения всегда будет делиться на 2, потому что один из множителей равен 2. Вопрос «Всегда ли?» Ответ «Да, всегда». Задача третья. Бригада рабочих должна была выполнить заказ за 6 дней. Ежедневно, превышая норму на 20 деталей, за 2,5 дня бригада не только выполнила задание, но и сделала 15 деталей сверх плана. Сколько деталей изготовила бригада? Значит, план был работать 6 дней и, допустим, по х деталей ежедневно. Значит, 6 умножить на х – вот такой был план. Столько деталей нужно было сделать за 6 дней. Бригада каждый день делала на 20 деталей больше. Работала 2,5 дня. И сделали на 15 деталей сверх плана. Значит, нужно вычесть 15, потому что план был на 15 деталей меньше. Раскрываем скобки, решаем уравнение, находим х. Х равен 10. 10 деталей в день по плану. План был 6 умножить на х. Сделали на 15 деталей больше. Значит, бригада изготовила 75 деталей. Задача 4. Катер прошел по течению реки за 2 часа такое же расстояние, какое он проходит за 2,5 часа против течения. Скорость течения реки 4 км в час. Найдите собственную скорость катера. Давайте за х обозначим собственную скорость катера. Когда катер идет по течению, значит, его скорость х плюс 4, когда против течения х минус 4. По течению катер идет 2 часа, против течения 2,5 часа. Проходит один и тот же путь. Одно и то же расстояние. Раскрыть скобки. И затем перенести вот это слагаемое в левую часть, а это в правую часть равенства. Когда слагаемое переносятся из одной части равенства в другую, знаки меняются на противоположные. И находим х. Х равен 36. Собственная скорость катера 36 км в час. Задача пятая. К числу 400 и к числу 40 дописали справа цифру 4. Какое из чисел увеличилось на большее число процентов? Было число 400. Дописали справа цифру 4. Если число 400 принять за 100 процентов, то вот это будет 1001 процент. Потому что увеличение в 10,01 раза. То есть это 1001 процент. Насколько увеличилось? 1001 процент минус 100 процентов. Значит, увеличение на 901 процент. Теперь давайте рассмотрим число 40. Дописали справа цифру 4. Увеличение в 10,1 раза. Если число 40 обозначить за 100 процентов, это будет 1010 процентов. Увеличение на 910 процентов. Какое из чисел увеличилось на большее число процентов? Надо сравнить 901 процент и 910 процентов. Второе число увеличилось на большее число процентов. Спасибо. Добавляйте! Еще? У.. У vaccines думая. Увеличение на locations